Константин Арбенин. Люди и звезды. Далеко-далеко, в самом высоком небе, на седьмом его этаже, там, где светятся разноцветными светляками звезды, жили две сестры. Звали их обычными звездными именами – серая пыль и черная линия. По мнению других звезд, сестры были очень некрасивы, даже безобразны. Поэтому их никто особенно не любил. Голубые, розовые, алые, оранжевые, фиолетовые, ультрамариновые звезды и даже сама перламутровая Примадонна, словом, все небесные жители считали, что серая пыль и черная линия своими мрачными нарядами и бесцветными лицами позорят их блестящий рот и хотели от них избавиться любым способом. И вот, как только подвернулся подходящий предлог, сестер отправили в далекое путешествие, на некую планету Земля, о которой мало что было известно здесь, на седьмом этаже самого высокого неба. А на Земле в то же самое время жили-были два товарища – Иван и Георгий. Люди, правда, звали их чуть иначе – Ваней Дураком и Гогой Блаженным. Людям вообще эти два товарища не нравились и даже мешали. И тот и другой постоянно делали глупости и поступали наперекор общественному мнению. И в конце концов людям это надоело, и они прогнали Ваню и Гогу в самый темный и дремучий лес. Делать нечего. Побрели печальные товарищи по лесу и вдруг видят – с неба прямо к их ногам падают две звезды. Иван с Георгием так и обмерли, зажмурились даже от такого чуда. А дело все в том, что по земным меркам серая пыль и черная линия были сказочно красивы. Но самое интересное, что по звездным, по космическим меркам Иван и Георгий были вовсе и не глупы, а очень даже наоборот – умны и последовательны. И стало быть, сама судьба свела в дремучем лесу две эти светлые пары. Вскоре после встречи серая пыль вышла замуж за Георгия, а Иван женился на черной линии. Далеко от людей и звезд, в чаще построили они два домика и стали там жить-поживать, да дружить с счастливыми семьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok